Малые архитектурные формы, увеличение зеленого массива, благоустройство набережной и зонирование под разные целевые аудитории. Концепция перезагрузки ЦПКО направлена на решение существующих проблем парка и создание новой инфраструктуры. Идея предполагает и другое название. Вместо Центрального парка культуры и отдыха в концепции обозначена Рюмина-Роща. По словам главного архитектора Рязани Алексея Крутого, идея обновленного пространства учитывает потребности и запросы визанцев, которые могут внести свои пожелания и изменения в потенциальный проект. В данной концепции проанализированы основные группы пользователей парка, их запросы и проблемы. Безусловно, у всех видение разное данного развития парка. Если пенсионерам необходимо место для занятий скандинавской ходьбой, то школьникам необходимо место для активного отдыха, игр. Взрослым детьми необходимо достаточно обильное количество игровых площадок, а студентам необходимо больше общения и место для этого общения. Создать уникальный образ парка, который будут узнавать за пределами региона. Концепция Рюминой-Рощи позволит сделать зеленый оазис в центре города и такое пространство, где каждый найдет досуг для себя и своей семьи. А еще идея слияния природы и культуры, как по задумке авторов, заложено в благоустройство этой территории. Тема очень сложная и интересная, потому что в жизни каждого из нас это место, я думаю, сыграло определенную роль. И случались какие-то наши с вами жизненные истории, которые мы помним всегда, и они остаются с нами. Мы с вами понимаем, что пока это только наша с вами народная инициатива начать благоустраивать парк. Мне вот лично очень хочется, чтобы в нем появилась новая жизнь, чтобы это место было притяжением для рязанцев. И хотя на реализацию концепции перезагрузки ЦПКО нужны федеральные вложения, обновлять парк начнут уже в этом году. Так, например, в 2024-м отремонтируют внутреннее помещение Зеленого театра, восстановят спортивную площадку и благоустроят танцверанду. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».